и шаттл с туристами, вот можно вот так, такая торговая еще улочка, в общем, и шопинг сразу, и погулять, все можно, здесь, ну, не менее 80 метров, это точно, так, ну, и давайте с вами сделаем вывод, да, господи, до того конца, кровать, еще кровать, и тут, мне кажется, еще можно кровать доставить, здесь не закрытые окна, здесь окна практически в пол, и, конечно, выглядит это прикольно, ребята, всем привет, меня зовут Татьяна Дуран, эксперт по Анталии, живу и работаю в Турции, и я рада видеть вас сразу на двух наших каналах, это Bambar Bia TV и канал Татьяна Дуран, сегодня я в этом прекрасном отеле, вот в этом прекрасном отеле, который сейчас называется Crystal Prestige, Раньше он назывался Леша Тодо Престиж, потом он назывался Амара Престиж, а теперь это отель, который входит в группу компании Crystal, в 20-м году этот отель вообще не открывался и не работал, поэтому я старалась очень найти отзывы, но ничего не нашла, потому что все, что я нашла, это все старое, уже не актуальное, сеть поменялась, отель поменялся, и я предлагаю вот прям как с чистого листа пройти и увидеть, для кого этот отель, кому он понравится и в чем фишки этого отеля, давайте не будем затягивать, погнали смотреть! Отель расположен в сердце поселка Геонюк, в стороне Кемера, в 50 километрах от аэропорта Анталии, находится на торговой улице, в здании отеля, большущий магазин Gallery Mall, где есть все от одежды до сувениров, а если нужна косметика и лекарства, то ходить тоже далеко не придется. Выходим из отеля, проходим здесь буквально, ну, наверное, 50 метров, может быть, 60, вот там, где Е горит. Вот Е, это аптека Эчзаны по-турецки, вот там можно всяких-всяких штучек купить, всякие бады, кремики и так далее, в общем, это все здесь можно найти, такая торговая еще улочка, в общем, и шоппинг сразу, и погулять, все можно. Я выделила в отеле две необычности, которые абсолютно меня покорили. Первая, это архитектурное решение основного здания, готический стиль, острые башенки на крыше, темно-зеленые тона выгодно выделяют отель на фоне других. И вторая необычность в разделении территории. Общая площадь отеля 100 тысяч квадратных метров и на карте хорошо видно, что условно ее можно разделить на отельную зону, где рестораны, бассейны, аквапарк, детский клуб и сами номера. И вторую, это пляжную зону, где тоже есть свой бассейн, ресторан, бар, зона развлечений и, собственно, пляж с шезлонгами. Между собой зоны соединены мостиком. И по этому мостику мы попадем на пляж. Проделаем этот путь на пляж. Не так, на самом деле, далеко, но можно поехать на шаттле, который, в принципе, постоянно курсирует туда-сюда. И шаттл с туристами. Ну, вот можно вот так с ветерком проехаться. Ну, либо пройтись тем, кто хочет быть поактивнее. Вот это, кстати, вся территория. Вот мы где спускаемся. Это уже пляжная зона отеля. То есть можно подумать, что это вообще не относится к отелю, потому что в каких-то голубых оттенках. Но нет, это все уже пляжная часть отеля. Здесь есть и вот такие вот тренажеры желтенькие. Есть мини-футбол. Мини-футбольное поле, кстати, такое довольно, смотрите, активное. Играют детишки здесь. Круто, конечно, выглядит. Здесь бассейн, он под соснами. И довольно большой по площади. И тут вот для волейбола все. Лишь из лонгов предостаточно. Есть тут душ, туалет прямо рядом. И самое главное, здесь есть еще снэк-бар на пляже. В общем, в этом отеле еда везде. Смотрите, вот мы пришли на пляж. И тут тоже свой снэк-бар. Повсю работает. Сейчас заглянем, что здесь есть. О, здесь вот что-то и на огне прям сразу лепешки готовят. И там вижу рис. Ага. Вот тут и пицца всякая разная. Посмотрим. Так. И вот можно присесть с симпатичным видом, в принципе, на пляж. И если мы выходим со снэк-бара, здесь есть волейбольная площадка. И здесь вот есть место для дартса. Это уже взрослая анимация. Тоже такие классные стульчики стоят. И вот есть мини-теннис. Посмотрим на сам пляж. Смотрите. Здесь, что примечательно, он очень широкий. Здесь, ну, не менее 80 метров. Это точно. То есть, прям, учитывая, что еще расстояние довольно большое между рядами, очень широкий пляж. И протяженность на ветра метров 100, может быть, 120 метров. Вот он, весь пляж. Под такими тентами. Пустимся к самой кромке воды. Здесь везде, кстати, если мы посмотрим весь пляж, это такой песочек. То есть, прям вот видно, что это песок здесь. Ну, вот он такой не супер-супер мелкий, но это в любом случае песок. А затем дальше здесь начинается уже галька. И сам вход в море, это, в принципе, галька, но не очень крупная. То есть, булыжников здесь нет. В каком-то отзыве мы там встречали, что здесь где-то есть булыжник. Ну, наверное, это один-единственный. На все побережье нашли булыжник и поставили сюда. Все, видите, здесь мелкая галька. А затем уже идет покрупнее, но, в принципе, специальные обуви не надо. И детки купаются. Вот, маленькие совсем детки есть с родителями. И вот, детки побольше. В общем, специальные обуви здесь точно не нужны. В пляжной зоне все настолько комфортно расположено и продумано, что можно уйти сюда с утра и вернуться только вечером в номер. На месте отдыхающих я бы именно так и поступала. Теперь проедемся с ветерком на баги и вернемся с пляжа в отельную часть. Давайте взглянем на территорию сверху. Все зоны, конечно, бассейнов, она удивляет, потому что бассейнов много, 11 штук. И они все так соединены. Ну, не все некоторые соединены друг с другом, некоторые отдельно. Но везде кажется, что очень много воды. И смотрится сверху очень красиво. Вот видите, один бассейн. Там вот другой уровень бассейна. Сейчас мы пройдем, посмотрим. Ну, как будто все так... А-ля, через мостик переходишь, и вот другой бассейн. А там уже и аквапарк, вон он видел. Пища! 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 Да, вот здесь вот видит аквапарка. Вот он, сам аквапарк. Вот это самая, наверное, экстремальная горка, которая вверх поднимается и потом там спускается. И вот здесь попроще горки. И вот тут детки плюхаются. Ребята, так как информации про отель на самом деле в 20-м году не было, то я прям чувствую себя ответственной за то, чтобы рассказать вообще все-все-все здесь в деталях, показать и рассказать, чего, я думаю, мы начнем. Это с ресторана. Не уверена, что я смогу сама сегодня успею попробовать здесь кухню. Но, по крайней мере, показать, что здесь есть в ресторане на обед я точно успею. Вот. И сразу надела маску, потому что здесь при входе в ресторан ее выдают. Вот. Как бы надо, видимо, так заходить, чтобы все было бы правило. Потом уже можно снимать. И я думаю, что очень важно, если отель у нас заявлен все-таки как семейный, как направленный для детей, очень важно, чтобы питание было хорошее, чтобы питание еще было специально для деток. Сейчас буквально час дня. Недавно открылся ресторан на обед, и мы сейчас с вами все увидим в плане выбора здесь. Погнали. Так, еще тут заставляют, кроме масок, еще и температуру 36,1 у меня. Детская секция. Вот такие вот детские сервированные столики. Девять столиков. Ну, в зависимости от количества гостей в отеле. То есть вот тут вот девять таких симпатичных столов. На завтрак я сюда уже наконец успела забежать и видела, как дети здесь ели. И выглядит это очень классно. Так, теперь давай пройдемте дальше и посмотрим, что здесь и как. Хлеб в разном варианте. Это супы. Смотрите, есть куриный бульон. Есть тархана суп, красненький такой. Вот здесь у нас фрикадельки с соусом, фасоль, телятина. В общем, такое все не особо жирное, полезное. Так, это у нас куриная тушеная, что курица тушеная. Вот здесь у нас разные спагетти, разные-разные варианты. И рис. Так, и это у нас телятина с овощами здесь. Ну и для любителей, естественно, куда без нее. Картошка фри, это, конечно. В отличие от других кристаллов, вот такая интересная выдача. То есть здесь мы не подходим близко к еде. Мы вот через такой прозрачный стенд просто показываем пальчиком, что мы хотим. Здесь у нас разный выбор салатов, довольно большой. Соусы, всякие тут салатики такие уже приготовленные есть, закуски и разный сыр. А здесь кула-гельсы, здесь фрукты у нас. Довольно тоже широкий выбор. Уже и сливы появились. Это первый раз в этом сезоне. Сегодня у нас, сейчас скажу, сегодня у нас 8 июня. Первый раз вижу, чтобы сливы давали. Так, и здесь вот такой сладкий стол. Есть и турецкие сладости. И есть вот такие всякого рода разные пироженки. Ну, давайте посмотрим. Здесь вот уже из-за стекла вышли, их лучше видно. Давайте покажу. При загрузке отеля вот эти еще все секции будут работать. Сейчас, так как мало людей в отеле, заполняемость около 25%, эти стенды не работают. Да, тут тоже как бы должен был быть гриль. Но так как мало гостей в отеле, то здесь ничего не выдают. И бар вот тут. Вот можно подойти, или официант подойдет и сказать, что вы хотите пить на обед. Вообще в самом отеле 4 а-ля-карт ресторана. Они все небольшие. Бесплатное посещение а-ля-картов. Только 4-й рыбный. Он идет за дополнительную плату 15 евро на человека. Его резервация. Но пока сейчас открыто всего 2. И они работают бесплатно. Вот это а-ля-карты. Как выглядят? То есть они прям рядышком с основным рестораном. И вот еще один а-ля-карт. Вот его дверка. Кадах. У меня возникло ощущение, что в Crystal Prestige готовы кормить постоянно. Кроме снэк-бара на пляже, главного ресторана и 4-х а-ля-картов, есть вот этот огромный снэк-бар у бассейнов. Он называется Allegro. Ну, конечно, вариант такой а-ля фастфуд, но тем не менее, можно найти что-то и более или менее вот такое здоровое питание. Вот, например, салатик сделать, масло здесь есть. Ой, и вот смотрите, овощи. Господи, овощи, фрукты. Тоже тот же выбор, в принципе, что и в главном ресторане. В меньшем количестве, но все здесь есть. В пяти шагах от Allegro Бара есть кафе-кондитерская со сладостями, пакетированным мороженым, чаем и кофе. Если вдруг вы начали волноваться, что я вообще ничего не сказала про напитки, то не переживайте, алкоголь тут нальют. И в большом пьяно-баре, а также в Allegro и при выходе на пляж есть также Adagio Beach Bar. Так, смотрите, здесь спа есть и парикмахерская. С такой страшной девушкой на входе, парикмахерская. Ну, наверное, делают там симпатичнее все. Так, теперь у нас вот спа-центр. Пойдем, пройдемся, зайдем в спа. Рассмотрим, что там. И, кстати, мы сразу, пока идем в спа, смотрите, тут можно повернуться и увидеть вот этот вот крытый бассейн, который как раз подогреваемый. Сейчас мы туда тоже пройдем поближе, посмотрим. Мало где, кстати, есть бассейны, крытые с красивым видом. Вот смотрите, здесь действительно вид получается туда на территорию. Здесь не закрытые окна, здесь окна практически в пол. И, конечно, выглядит это прикольно. Вот единственная фламинго тут что-то покосился. А так, здорово, что бассейн и подогревается, и имеет красивый вид. И, в принципе, здесь довольно приличная площадь. Ну, и вот это для малышей бассейн. Так, ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас здесь по детскому клубу. Потому что это должно быть сильное место в отеле, раз он семейный, ориентирован на семей с детьми. И здесь вот такая открывашка, которая для взрослых доступна, а дети не откроют. И мы с вами заходим внутрь. Есть несколько сухих горок, смотрите, вот мини-городочек такой. Для взрослых есть тут шезлонги, чтобы за детками наблюдать. Под зонтиками шезлонги, и вот под навесами шезлонги есть. Ну, городок такой стандартный, в принципе, для детей. Во многих отелях такие городки мы можем видеть. И если мы сюда повернемся, здесь у нас батут. Круто! Вот тут можно еще и попрыгать. Вот батут я редко где встречаю, а здесь он есть. Так, а здесь у нас, собственно, Magic Castle. Сам детский клуб, крытая его часть. Сейчас посмотрим с вами, как здесь он работает. Получается, сейчас у него время работы, ну, не такое вот и длинное. С 10 до 12, 30, и с 2 до 5, но тут пандемия немножко вносит свои коррективы. Если вы уже приедете позже, чем в июне, надо будет смотреть время работы. И мини-диско 8.30. Я спросила, мини-диско не особо длинное по времени. Примерно 15-20 минут мини-диско. И тут вот есть комната для деток от 4 до 7 лет, игровая. И джуниор-клуб здесь считается с 8 до 12 лет. Так, ну что, давайте посмотрим тогда стандартную комнату сначала. Так, и мы с вами заходим. Сразу скажу, что здесь 37 квадратных метров. В номере сразу понятно, что он такой немаленький. Давайте глянем здесь. Ага, так. У нас здесь получается ванная комната. Смотрите, с какими красивыми всякими штучками. Гель для душа, лосьон для тела. Вот такое мыло. Немножко косметика отличается от, например, Crystal Deluxe. Другие здесь штучки. Стоят кондиционер для волос. Уже зеркало есть. И смотрите, тут вот такой совсем уже не Валера. А, кстати, одинаковые с Crystal Deluxe фены. Вот, но тут все это выглядит как-то посвежее. Так, и давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас душевая кабина. Получается такая симпатичная, да, душевая кабина. Так, затем здесь у нас шкаф. Сразу как заходим, ну все по классике. Есть вот такие тапочки. Здесь есть вот такой набор. Кстати, такой же набор в Crystal Deluxe один в один. Бесплатный сейф. Вот можно повесить или положить вещи. Да, здесь вот тоже есть подушечка сверху. Так, и проходим комнату. Ох, какая здесь комната. Да, квадратура. Чувствуется, что место есть. Дышать есть чем. Потому что вот действительно, смотрите, тут стоит прям кровать, еще кровать. И тут, мне кажется, еще можно кровать доставить. И вместо вот этой софы еще и бэби-кот можно. То есть тут, в принципе, войдет очень много людей. Так, ну место посидеть, да, вдвоем. Может быть, максимум втроем. И территория отеля у нас здесь видна. Очень красивый вид на территорию. Так понимаю, что здесь как раз вот солнце, когда встает утром. Тоже можно наблюдать с левой стороны. Вот оттуда красивый восход. А может быть стандарт и без вида на море. То есть Landview. Тогда балкон может выходить на соседний отель, например, Transatlantic. Кстати, мы с вами не заглянули в бар. Давайте посмотрим, что здесь у нас по бару, по мини-бару. У нас здесь вот водичка стоит, и soft drink, и минеральная вода, и эфес. И пиво здесь вот одно есть. Вот такое вот. Интересно. Пополнение каждый день. Так, и кроме стандартных номеров, в главном корпусе отеля есть еще номера категории duplex family. Если мы говорим duplex, это уже значит, есть лестница. И вот она сразу и видна здесь. Так, на первом этаже здесь всегда, вот всегда, две раздельные односпальные кровати. Вот как здесь представлен. То есть здесь на первом этаже не может быть большой двухспальный, только две односпальные. Вот такой косметический столик с телевизором. И здесь у нас мини-бар. Давайте выйдем теперь на балкон. Я так понимаю, могут быть разные виды. Не все выходят вот именно в эту часть. Ну, здесь вот такая довольно большая терраса. И здесь террасы, очень красивый вид на всю территорию открывается. Вот можно сразу как по карте сориентироваться. Лестница такая довольно крутая. То есть для маленьких деток это будет не совсем комфортно. Ну-ка, для детей постарше, а то можно навернуться. Так, и здесь у нас на втором этаже всегда большая двухспальная кровать. Всегда. То есть здесь не может быть стоять диванчиков или не может быть двухраздельных кроватей. Всегда большая двухспальная кровать. Тоже, в принципе, самое, что и на первом этаже. Смотрите, космический столик. Здесь также есть свой мини-бар. Судя по всему, но нет, нет мини-бара. Просто, просто такой столик. Телевизор. И пройдем в ванную комнату. Так, ванная здесь абсолютно то же самое, что и в других номерах мы видели, и внизу. А вот тут у нас ванная, а не душевая кабина. Причем я видела еще другой family, family duplex, и он был с душевой кабиной сверху. То есть тут конфигурация может меняться, может быть и ванная, может быть и душевая кабина. Это нужно иметь в виду. И в отеле есть еще третья категория номеров, который называется pool family. Вот они прям выходят к бассейну, поэтому и pool. И мы сейчас с вами поднимаемся по лесенкам. Можно и внизу, может быть номер, может быть и не надо будет подниматься. Но вот наш номер на втором этаже. Поднимаемся. И здесь у нас сначала идет комната родительская, которая, скажем так, как стандарт. Так, и в принципе здесь она очень напоминает стандарт, такой же столик. Здесь также мини-бар. Я уверена, что он один в один. Сейчас мы его откроем и посмотрим. Да, мини-бар прям точно повторяет стандарты, повторяет семейный номер в главном здании. Так, это, кстати, тоже главное здание, но это уже частью бассейна. Есть еще такие же номера напротив в отдельном здании, но они выглядят в принципе так же. Здесь такой же, как и в стандарте, шкаф, только он не вдоль стены получается, а вот напротив входа. И интересный момент, что здесь комната детей. Это вторая комната. Вот здесь две раздельные кровати. И здесь также, если мы с вами закроем дверь, дверь хорошо и плотно закрывается. Здесь будет телевизор, можно посмотреть. Но правда, нет, с двух кроватей будет видно. Все хорошо, кондиционер. И здесь, смотрите, совсем другая ванная комната. И по стилю оформления, и по набору. Здесь у нас, пожалуйста, джакузи. И, пожалуйста, душевая кабина. В общем, и то, и то доступна квадратура. Здесь большая. И вот такое большое зеркало. Тоже есть разного рода здесь косметика. Вот стоит вся косметика одинаковая. Здесь еще и здесь есть мочалки, которых нет в других номерах. А так вот по деталям тоже зеркало, тоже такие же абсолютно полотенчики. Все одинаково. Это очень такой приглушенный свет. Больше света здесь нет. Это максимум того, что может быть. Конечно же, свой балкон. Балкон здесь есть. Вот такой интересный. То есть он вот открывается и выходит у нас на бассейн. Вот довольно тут много пространства. Ну, три человека, я думаю, могут поместиться. Еще стульчик подставить. Но даже с плотно закрытыми дверями музыку будет слышно. Имейте это в виду. Так, ну и давайте с вами сделаем вывод. Господи, до того, как я упаду, и дождь пойдет. Все вместе. Так, ребят, ну все. И теперь давайте сделаем с вами небольшой вывод. Я уже и так подвела некоторые итоги во время видео. Ну и такое небольшое саммари. Во-первых, отель находится в классном месте. Это Гёйнюк. Здесь есть возможность съездить в Гёйнюк каньон. Совсем недалеко отсюда располагается. Сам отель это бомба расположения, что это торговая улица. И здесь сразу в отеле есть свой большой шоппинг-центр, свой огромный магазин. Это, ну, прям любителей привезти подарков, всяких сувениров. Вообще здорово, экономия времени, не надо никуда идти. Затем отель имеет большую, очень зеленую территорию. Я вот сегодня находила 15 тысяч шагов уже почти. И если бы я еще не столько много раз на шаттле ездила, то было бы еще больше. То есть, если вы любите ходить, бродить, и вам нравятся отели с большой территории, то это точно для вас. И, конечно, для любителей еды. Если вам важно, чтобы еда была везде в доступе, чтобы она была качественная, чтобы ее было много разной. Это тот самый отель, где ее много, разные, и на каждом шагу вы можете еду здесь найти. Также алкоголь и безалкоголь, и все, что попить, тоже в доступе постоянно. Ничего плохого про отель сказать не могу. Меня единственное, что смутила работа мини-клуба, что мини-клуб не так долго работает, хотя отель ориентирован именно на детей. Но это, скорее всего, связано с пандемией. Лучше этот вопрос уточнять. А так в отеле все классно, поэтому смело выбирайте его. И учитывайте, конечно, что на пляже здесь галька, а не песок. Это тоже важно. Целую вас, Игорь Юрюс. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok